Всем привет! У меня в руках Xiaomi Mi 11 Ultra и Vivo X70 Pro Plus. Сейчас снимем небольшое видео сравнение. Всем интересно, как эти смартфоны пишут видео, как они фоткают. Фотки в отдельном выпуске, а сейчас сравним видео. К сожалению, оба смартфона не умеют записывать 4K на фронталке, что удивительно, многие флагманы предыдущих поколений умеют 4K писать на фронталке, начиная с Xperia XZ Premium, которая вообще-то вышла в 2017 году, сейчас уже 2022. И действительно удивительно, что некоторые флагманы не умеют писать 4K на фронталке. В любом случае, звук, стабилизация, картинка. Сами оценивайте, в комментариях пишите, что вы думаете по этому поводу. А мы двигаемся к основным камерам. Придется остановить запись и переключиться. Типичный торговый центр в городе Санья. Хорошо иметь широкоугольный объектив с автофокусом. Самое главное преимущество наличия автофокуса в том, что мы можем снимать макро. Посмотрите. Что Vivo, что Xiaomi оба умеют макросъемку за счет широкоугольных объективов. Вот люди снимаются на фоне местных красот. Какие-то электрокары. Давайте переключимся на основные объективы и посмотрим, как основные объективы справляются с видеосъемкой. На Xiaomi можно переключиться на основной объектив. Смотрите. Вот сразу так. Ненавижу этот гадкий ползунок. А на Vivo придется остановить, переключиться, потому что здесь нет возможности, если вы начали съемку, переключиться с широкоугольного объектива на основной. Что происходит? Не знаю. На Vivo сразу определение лиц, в таких индикациях прекрасно загорается следящий автофокус. Здорово. Xiaomi таких вещей нам не демонстрирует. Чтобы проверить, как эти смартфоны записывают в видео в условиях низкой освещенности, зайдем в книжный магазин. Здесь очень красивый книжный магазин с огромным количеством декораций, с хорошим светом. Сейчас зайдем и посмотрим на все три смартфона. Mi 12 Pro, Mi 11 Ultra и Vivo X70 Pro+. Уже он? Нет. Да, tomorrow. Время! Воспромим! Встреч beware! Мы здесь в Мангроув 3... Отеле? Вон он? Да! И мой друг Марк, я Крис. Я скоро буду ranking YouTube. Так... следить. Во многих торговых центрах расположены специальные такие зоны, в которых вы можете заниматься креативом. Видите, там написано «handmaking». Вы приходите в торговый центр, и здесь есть мастера, которые позволяют вам раскрыть свой потанцевал. Здесь есть специальные кружки, вы можете рисовать, лепить из глины. Ого, здесь есть даже детская площадка. Если пришел сюда с ребенком, тут уже читы, ботиночки здесь лежат. Можно оставить детей, чтобы они здесь развлекались. Хороший момент, чтобы проверить зум. Настоящие? Да, представьте себе, это настоящая трава. Какие же они сочные, зеленые. На самом деле, гораздо более теплые они. Сейчас я отойду, посмотрите. Они должны быть гораздо более теплые. Вот такие они должны были быть на самом деле. Поэтому нужно блокировать баланс белого. Поэтому, если вы хотите что-нибудь серьезное снимать, лучше всего снимать на Mac Pro за 4 фпс, где вы можете заблокировать баланс белого, чтобы он не скакал. Особенно, когда вы снимаете что-то серьезное сразу на несколько устройств. Хочется свет потом между ними свести. И вот эта вот дичь с прыгающим балансом белого совершенно не помощник в такой ситуации. Я был в Линь-Диан. Это город, где можно найти традиционную страну. И также можно найти стиль, как люди живут в стране. Игрушки. Хороший свет. Такая сочная бакешка, смотрите. Широкоугольный модуль на обоих смартфонах идет с увеличением 0.6. На Mi 11 Ultra у нас было 0.5. Икс. Я совершенно не стесняюсь. Иду достаточно быстро. Хотя, чтобы кинематографично было, нужно проходить медленно. Вот так. Так гораздо лучше смотрится, правда? Чем вот так просто идешь. Ну, в любом случае. Посмотрите на ценники на эти изделия. Mi 12 Pro не хочет фокусироваться так близко. Облом. Фокусируйся, дружище. Даже если тапать, он не хочет сфокусироваться так близко. Облом. Я не ожидал от тебя такого, Xiaomi. Днем, вроде бы, ну, судя по тому, что говорят в интернете, все смартфоны примерно одинаково снимают. Я не согласен. Свет очень отличается. И иногда цвет играет решающее значение. Даже не деталь, не стабилизация, а цвет. Просто посмотрите. И это два флагмана Xiaomi, отличающиеся друг от друга одним поколением. Настолько громадная разница в цвете, что я в шоке. Я не понимаю, почему так. Один, конечно, принадлежит линейке Ultra. Другой принадлежит линейке Pro. Но не должна же быть такая разница. Я реально просто не понимаю. Ну что ж, я надеюсь, что вы увидели то, что хотели увидеть. И услышали то, что нужно было услышать, чтобы сделать выводы. А я от себя скажу пару слов. Мне всегда нравилась цветопередача на Vivo. И я признаю, что она не всегда натуральная. Но она всегда приятная глазу. Даже если она немножко желтит или теплит днем. В отличие от айфонов, которые всегда настолько сильно херят цвет, что я даже не знаю, кому это может нравиться. Но о вкусах не спорят. Я не буду судить тех людей, которые считают, что с айфона самая правильная цветопередача. Просто скажу, что мне она не нравится. Я так не считаю. У меня есть причины объективные так говорить. Но в любом случае, возвращаясь к Vivo. Еще очень часто в комментариях пишут под обзорами, где Vivo участвует, что у Vivo самый хороший звук. Ребята, послушайте этот хороший звук в наушниках еще раз. И сравните с тем, что выдают другие смартфоны. У Vivo очень сильно скомпрессированный звук. Для некоторых задач, если вам нужно по-быстренькому в соцсети закинуть, это хорошо. Но проблема компрессирования звука заключается вот в чем. Берется очень тихий звук и очень громкий звук и уравниваются до одного уровня. Если вы будете говорить тихо, он это поднимет до среднего значения. Если вы будете говорить громко, он это опустит до среднего значения. То есть динамики звука у вас не будет. Если вы где-нибудь на природе будете говорить, допустим, то звучание птичек будет перебивать ваш голос. Настолько сильно он будет уравнивать звучание различных тихих и громких звуков. Поэтому лично для меня это недостаток. Вам если нравится, хорошо, но я не буду это называть преимуществом, то что звук скомпрессированный. Я всегда видео закидываю на монтажку и сам могу эту самую компрессию применить именно с теми пропорциями, которые мне нужны. Поэтому я считаю, что на Sony и на Xiaomi звук лучше, чем на Vivo, лично для моих задач. Поэтому я не буду спорить, если вы считаете, что вам скомпрессированный звук подходит лучше. А дальше касательно цветопередачи, стабилизации и всего остального, я думаю, тут и так все очевидно. Я не могу назвать какого-то конкретного лидера. Лично, на мой взгляд, Xiaomi все еще выигрывает, потому что у него более ровная, более достоверная цветопередача. У него более ровная картинка и стабилизация мне на нем больше нравится. Но, тем не менее, для, скажем так, бытовых условий Xiaomi 12 Pro может подойти лучше, чисто в силу того, что 50-мм объектив легче стабилизировать. Если вы будете снимать какое-нибудь бытовое видео, то 50 мм гораздо лучше, чем тот ультразум, который на Xiaomi установлен. И меня лично удивляет, что на Vivo до сих пор вот этот 50-мм телеобъектив не участвует в видеозаписи. Хотя я обновил Vivo до последних версий операционки, это OceanOS. И вот доказательство тому, что 50 мм лучше, это Xperia Pro-i. В нем тоже установлен объектив на 50 мм. Ну и в любом случае, на этом у меня все. Увидимся в следующем ролике. Пока! Пока!